святитель николай сербский вера святых где изложены основы христианского вероучения основы православного вероучения восточной православной церкви кратко изложены в символе веры является ли этот образец вероисповедания единственным нет он не единственный существуют другие такие как апостольский символ символ святого афанасия великого и святого григория неоктесарийского однако православной церкви чаще всего употребляется символ веры составленный двумя вселенскими соборами никейским 325 года и царьградским 381 года из чего составлен символ веры он состоит из 12 членов первое верую во единого бога отца вседержителя творца неба и земли всего видимого и невидимого второе и во единого господа иисуса христа сына божия единородного рожденного от отца прежде всех веков света от света бога истинного от бога истинного рожденного несозданного одного существа с отцом через которого все сотворено третье для нас людей и для нашего спасения шедшего с небес принявшего плоть от духа святого и марии девы и сделавшегося человеком четвертое распятого за нас при понтии пилате и страдавшего и погребенного пятое и воскресшего в третий день согласно с писаниями шестое и вошедшего на небеса и сидящего справа отца седьмое и опять имеющего прийти со славой судить живых и мертвых царству которого не будет конца восьмое и в духе святого господа подающего жизнь исходящего от отца поклоняемого и прославляемого равно с отцом и сыном говорившего через пророков девятое в единую святую соборную вселенскую и апостольскую церковь десятое исповедую одно крещение во оставлении грехов одиннадцатое ожидаю воскресения мертвых двенадцатое и жизни будущего века истина так толкование символа веры первый член символа веры что гласит первый член символа веры верую во единого бога отца вседержителя творца небу и земли видимым же всем и невидимым почему мы веруем в единого бога потому что только единый бог истинный бог какова природа бога бог есть дух не ограниченный временем и пространством неизменный непостижимый вечный безначальный и бесконечный каковы основные свойства бога бог присвятой все благие все праведные все могущий премудры много милостивый долго терпеливый вездесущий и вседовольный дух почему мы называем бога отцом потому что он отец иисуса христа своего единородного сына а также и всех кто переродившись в иисусе христе становится его сыном почему мы называем бога творцом потому что он своей силой премудростью сотворил все видимое и невидимое и ничего не существует и не существовало бы без него он творец и вседержитель что подразумевается под небом ангелы которые являются невидимыми духовными существами и им нет числа сходны ли ангелы с людьми да они также как люди являются личностными существами обладают разумом чувствами силой и собственным именем как и люди они находят свое блаженство в господи чем ангелы отличаются от людей ангелы бесплотные и бессмертны кто такие ангелы хранители это ангелы которые защищают и хранят людей сам господь подтвердил это словами смотрите не презирайте ни одного из малых сих ибо говорю вам что ангелы их на небесах всегда видят лице отца моего небесного матфей 18 10 все ли ангелы равны между собой природа ангелов одна но они отличаются по славе силе и делам существует девять ангельских чинов престолы херувимы и серафимы господство силы власти начала архангелы и ангелы называют ли ангела в священном писании другими именами да очень часто их называют небесным воинством воинством господним почему они названы так воинственно потому что они служат силой божественной борьбы против злых духов которые воюют с богом и нападают на людей кто такие злые духи это бывшие ангелы дьяволы которые отпали от бога и стали врагами бога и людей а что означает слово дьявол клеветник или обольститель ибо они непрестанно клевещут и оскорбляют бога и людей какие злые дела дьяволы постоянно внушают людям внушают им все греховные желания и толкают к злым делам которые противоречат закону божьему прежде всего к ненависти лжи насилию как господь сказал евреям своим гонителям ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человека убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истинны когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи как можно понять что некоторые люди действуют по внушению дьявола по их ненависти к богу и людям по насилию и обману чье имя страшнее всех для бесов имя господа нашего иисуса христа чье имя наиболее ненавист на безбожником имя господа нашего иисуса христа второй член символа веры что гласит второй член символа веры что означает имя иисус иисус значит спаситель ибо он пришел спасти людей от сатаны греха и смерти христос значит помазанник царь священник пророк как это может быть иисус сын божий он единственный сын бога отца рожденный несотворенный существует ли разница между понятиями рожденный и сотворенный до разница очень большая также как человек рождает дитя которое одного с ним естества но создает иные вещи иной природы так и бог породил своего сына от собственного вечного существа и потому сын божий наделен таким же божеским естеством от бога отца но бог сотворил также бесчисленное множество животных и предметов которые не обладают божественной сущностью почему он назван светом от света его отец вечный свет мудрости и любви и потому логично что сын такого отца свет от света почему он назван богом истинным от бога истинного по той же причине например по природе этого мира рожденного человека можно назвать истинным человеком от истинного человека потому что сын всегда и всюду сохраняет естество своих родителей также и господь наш иисус христос поскольку он сын божий он воистину бог истины от бога истина по слову его я и отец одно почему сказано им же вся быша потому что бог через сына сотворил все на небесах и на земле как сказано в библии все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть третий член символа веры что гласит третий член символа веры ради чего сын божий иисус христос сошел с небес точнее от своей вечной славы и блаженства в этот полный страдание мир ради людей и их спасения что стало причиной того что он сошел с небес что руководило им его милосердие безмерная любовь к людям он пришел ради всех людей да он пришел чтобы принести спасение всем людям но спаслись лишь те кто уверовал в него и ответил любовью на его любовь что значит воплотившегося от духа свята и марии девы и воплотившегося означает облегшегося в плот человеческую или принявшего тело пресвятая дева мария зачала его сверхъестественным образом сошествием на нее духа святого как было возможно чтобы дева родила сына не зная мужа всемогущему господу все возможно своей силой он сотворил первых людей адама и еву так и здесь сила вышнего осенила ее и дева мария зачала иисуса христа истинного человека и истинного бога в чем христос такой же как остальные люди он имел человеческое тело и душу как и все люди но в нем не было греха он был совершенным человеком без греха и порока чем христос отличался от остальных людей соединением своей личности двух природ божественной и человеческой другие люди просто люди с одной человеческой природой а он богочеловек почему мы называем деву марию божьей матерью богородицы потому что две природы нашего спасителя божественное человеческое соединились в момент зачатия и она родила бога и человека в одной личности почему мы называем богородицу преснодевой потому что она прибыла и прибывает девой до рождения во время рождения и после рождения иисуса христа она осталась девой навеки пресно почитает ли православная церковь богородицу как святую да она почитается выше других святых даже выше ангелов ибо она была избрана богом чтобы стать орудием спасения человечества через рождение спасителя мира почему мы зовем христа спасителем потому что он сошел с небес чтобы спасти людей от сатаны греха и смерти ибо сатана стал причиной греха а от греха произошла и смерть когда произошло первое грехопадение в раю когда адам и ева восстали на бога и покорились сатане разве существует связь между грехом адама и остальными людьми все люди стали наследниками этого греха от своих первых предков как наследуем мы болезни от своих родителей так унаследовали и грех от прародителей человечества был ли тот первый грех единственным после которого христос пришел спасти людей нет к первому греху прибавилось бесконечное множество других грехов так что люди запутавшись в цепях греха полностью попали во власть сатаны почему бог не воздвиг какого-нибудь человека гения чтобы он исполнил миссию христа и так пощадил бы своего вечного сына потому что все люди были грешными и смертными даже самые лучшие великие весь мир лежал в грехе сатана и смерть владели миром до тех пор пока с небес не сошел единственно возможный спаситель сильнее сатаны безгрешный и бессмертный который принес человечеству освобождение и спасение четвертый член символа веры что гласит четвертый член символа веры кто обвинял господа иисуса христа иудейские священники и фарисеи завидовавшие тому что христос творил великие чудеса которые они не могли творить и потому народ шел за ним они за ними кто был судья осудивший иисуса христа на смерть понтий пилат римский наместник палестине представитель римского императора почему имя понтия пилата упомянуто особо для того чтобы исторически подтвердить смерть иисуса христа по этой же причине в евангельском рассказе о рождестве христовом упомянут император август за какое преступление пилат осудил иисуса на смерть ни за какое пилат лично утверждал перед еврейскими священниками и народом что он не находит никакой вины в этом человеке лука 23 4 и повторил вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным не в чем том в чем вы обвиняете его лука 23 14 как же правда божия позволила христу умереть такой жестокой смертью без всякой вины он умер не за свой грех а за наши грехи вечная правда божия искала такую невинную бесценную жертву за грех адама и за все наши грехи что было причиной такой огромной жертвы любовь этой жертвой бог показал свою безграничную любовь к людям но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши почему мы называем христа искупителем потому что он выкупил нас от греха и смерти своим страданием и крестной смертью как он мог умереть будучи бессмертным богом он умер не как бог а как человек его божество и его душа никогда не вкусили смерти в чем состоит величие жертвы христа во-первых в его полной невиновности во вторых в его безграничной любви к людям и его послушание отцу и в третьих в его доброй воле умереть за грешников ради их спасения пятый член символа веры что гласит пятый член символа веры и воскресшего в третий день по писаниям какое событие стало величайшей победой христа его воскресение из мертвых какое событие подтвердило победу христа над сатаной его сошествие в ад что такое от царство тьмы в котором сатана держит власть смерти христос мог смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола послание к евреям 2 14 апостол павел что христос сделал в аду его сошествие в ад заставило сатану затрепетать и бежать от лица его мириады человеческих душ страдавших в аду радовались пришествию христа что сделал христос для душ томившихся в аду он проповедовал им свое евангелие благую весть и подтвердил свою победу над сатаной и над смертью и многие приняли его и были спасены в какой день произошло воскресение христа на третий день после его смерти точно в тот день о котором он много раз говорил своим ученикам он умер в пятницу и воскрес воскресенье кто стал первыми свидетелями христового воскресения охранники которым евреи приказали стеречь его гроб кому они сообщили о христовом воскресении иудейским первосвященникам и старейшинам как первосвященники и старейшины реагировали на это известие они испугались и смутились подкупили стражников дав им довольно денег и приказали им идти распространять слухи что ученики его придя ночью украли его когда мы спали матфей 28 13 кто из последователей христа первым узнал о его воскресении ангелы на гробе его сказали галилейским женам что вы ищете живого между мертвыми его здесь нет он воскрес лука 24 5 6 доказал ли сам христос свое воскресение из мертвых и кому до доказал своим ученикам и последователям он явился живым телесно и являлся не однажды но много раз в течение 40 дней об этом сказано в евангелии в деяниях и посланиях апостольских и в откровении и она богослова что делал спаситель в течение 40 дней с момента своего воскресения и до вознесения в течение этого времени он учил своих учеников сокровенным тайнам царство божие деяния апостолов 1 3 почему сказано что христос воскрес в третий день по писаниям потому что в ветхом завете существует пророчество о его воскресении сам господь сравнивал себя с пророком и он и говоря ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи матфей 12 40 и после своего воскресения он вновь сказал апостолом так написано и так надлежало пострадать христу и воскреснуть из мертвых в третий день лука 24 46 шестой член символа веры что гласит шестой член символа веры когда господь вошел на небеса на сороковой день по воскресении как мы называем этот день вознесение откуда господь иисус христос вознесся на небеса с елеонской горы кто был свидетелем его вознесения все его верные ученики почему господь вознесся на небеса потому что он завершил свое земное служение людям и вернулся в свое вечное отечество спаситель вознесся на небеса своим земным человеческим телом до своим земным человеческим телом которое воскресло из мертвых для чего он вознесся видимым образом на глазах многих свидетелей чтобы убедить всех кто уверовал в него что и они вознесутся на небеса после всеобщего воскресения из мертвых что означают слова сидящая одесную отца иисус христос имеет с богом отцом равную славу власти величия до своего вознесения он подтвердил это своим ученикам говоря да нам не всякая власть на небе и на земле матфей 28 18 седьмой член символа веры что гласит седьмой член символа веры и паки грядущего со славою судите живым и мертвым его же царствию не будет конца о чем учит седьмой член символа веры о втором пришествии христа о его суде над живыми и мертвыми и об окончательной победе его вечного царства небесного будет ли второе пришествие христа отличаться от первого до она будет отличаться от первого и будет совсем иным его первое пришествие было в великом смирении а целью было служение людям и жертвоприношения за них его второе пришествие будет в славе и величии а а целью будет суд над людьми живыми и мертвыми. Как он сам объявлял о своем втором пришествии. Он сказал, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Матфей 25, 31-32. И после этого он будет судить праведных и неправедных, по делам их. Существуют ли знаки и признаки его пришествия? Да, их несколько. Например, святой апостол Павел, утешая тех, кто скорбит по своим усопшим, говорит, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Существуют ли еще какие-нибудь небесные свидетельства о его втором пришествии? Существуют. В момент его вознесения явились два ангела и сказали апостолам, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Деяние апостолов 1.11. Что еще открыто нам о последнем суде? «Сам Христос сказал, что когда Он придет в Своей силе и славе, воздастся каждому по делам Его». Матфей 16.27. Что скажет Он тогда верующим и добрым? «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфей 25.34. А что скажет неверным и недобрым? «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Матфей 25.41. И как все закончится? «Блаженные отойдут в вечное блаженство, а проклятые в огонь вечный». Каким будет второе пришествие Господа? Внезапным. Как молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфей 24.27. Когда наступит Его второе пришествие и последний суд, и конец мира? Нам не открыто время этих поразительных событий, «Но Господь предостерегает нас, чтобы мы всегда были готовы к встрече с Ним. Будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Матфей 24.44. Как нам готовиться к этому страшному дню? Очищением мыслей и чувств и праведными делами, так как Он учил нас, как учит нас Церковь и пример ее святых. Говорил ли Господь о знаках приближения конца? Да, Он перечислял признаки последних времен. Войны, революции, землетрясения, восстания, голод, эпидемии, скорби, появление лжеучителей, предательства, распространение ненависти, чудесные небесные знамения, смуты и так далее. Матфей 24.21. Можем ли мы быть уверены, что Господь победит все это? Без сомнения, во всех этих страшных бедствиях Господь будет спасать души, так как Он провидел это в начале сотворения мира. Ни один из тех, кто верит в Него и призывает Его имя, не погибнет. Восьмой член символа веры. Что гласит восьмой член символа веры? И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и словимо глаголовшего пророки. Почему Дух Святой называется Господом? Он называется так с тем же полным правом, как Господь, Бог Отец и Господь Бог Сын. Следовательно, Святой Дух Бог? Воистину Бог? Истинный Бог от истинного Бога, но не рождаемый от Отца как Сына, исходящий от Него? Как же мы тогда говорим, что веруем во единого Бога? Мы действительно веруем во единого Бога, и величайшую тайну о Нем нам открыл Иисус Христос. Это тайна совершенной гармонии трех божеских ипостасей в едином лице Бога. Поэтому мы говорим о троичном Боге или о троице воединице, о едином Боге. Открыл ли себя Господь в Ветхом Завете, как святую Троицу? Неуполне. Исайя в своем видении слышал, как серафимы восклицали. Свят, свят, свят Господь, Саваоф. Вся земля полна славы Его. Исайя 6.3 Слово «свят», повторяемое трижды, соответствует трем лицам Бога. Также об этом сказано в Бытие 1.26. Почему Господь не открыл себя, как святую Троицу в Ветхом Завете? Подобно тому, как человек не открывает душу свою слугам и чужакам, но поверяет свои сокровенные тайны чадам, так и Бог не раскрыл тайну своего существа чужакам, которые были рабами и слугами закона, но оставил это откровение для детей любви Нового Завета. Насколько святая Троица открылась в Новом Завете? Настолько, насколько может понести телесный человек. Архангел Гаврил сказал Святой Деве, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Лука 1.35 Таким образом, здесь идет речь о Святой Троице. Святой Дух, Святой Всевышний Отец и Святой Сын. Есть ли другие примеры? Есть. Когда Иисус крестился в Иордане, отверзлось небо, и Дух Святый нишел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой, возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Лука 3.21-22 А еще, Святой Иоанн Евангелист ясно говорит, «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Под словом апостол Иоанн подразумевает Сына, как это видно из его Евангелия. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». «И больше нет, есть, Господь Иисус Христос заповедал своим ученикам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Матфей 28.19 Почему Святой Дух называют животворящим? Потому что не может быть истинной жизни без Духа Святого ни на земле, ни на небе. Почему только Православная Церковь учит, что Святой Дух исходит от Отца, а не от Отца и Сына, как утверждают неправославные? Потому что Православная Церковь рассуждает логически и полагает, что Бог знает о себе больше, нежели люди о Нем. «И наш Бог Господь Иисус Христос, Открыватель всех божественных тайн, открыл своим ученикам о Святом Духе то, что Он исходит только от Отца. Говорят, Дух истины от Отца исходящий. Он будет свидетельствовать обо Мне». Почему о Святом Духе говорят, что Он говорил через пророков? Потому что это неоспоримый факт. Святой апостол Петр пишет, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра 1.20.21. Разве апостолы не были вдохновлены движимы Святым Духом? Конечно, были, но в символе вере об этом не сказано, ибо этот факт никто никогда не опровергал. Речь идет только о пророках, потому что в те времена еретики отрицали то, что Ветхий Завет был написан вдохновением от Духа Святого. Являлся ли Дух Святой видимым образом? Да. Он явился в виде голубя в момент крещения Христова. Также явился в виде огненных языков при сошествии на апостолов в день Пятидесятницы. Каждый ли христианин может носить в себе Духа Святого? Да, это следует из полных укоризны слов Господа. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Лука 11.13 Святой апостол Павел писал «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам 3.16 Апостол Павел Какие дары обретаем мы принятием Духа Святого? Все благие дары, которые существуют – мудрость, понимание, рассуждение, знание, страх Божий, мужество, целомудрие, чистота, святость и другие. Как удостоится нам принятие Духа Святого и Его даров? Строгим хранением своего сердца, обузданием языка, молитвой, любовью, принятием святых христовых тайн. Девятый член символа веры Что гласит девятый член символа веры? Воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Что такое церковь? Это исключительное общество людей за всю историю человечества. Это, по сути, Божья семья, созданная Словом и Кровью Господа Иисуса Христа, ведомая и вдохновляемая Богом, Духом Святым. Что о церкви сказал Господь? Он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфей 16.18 Кто возглавляет церковь? Вечно живой Христос, который сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Матфей 28.20 Апостол Павел говорит, как Отец Небесный прославил своего Сына Иисуса Христа, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. В каких отношениях Христос с членами своей церкви? Святой апостол Павел сказал об этом. «И вы – тело Его, а порознь – члены». Первое послание к Коринфянам, 12.27 Кто считается членом церкви? Все, кто объединен одной верой, одной надеждой, все, кто связан одним Божиим законом любви, освящен одними таинствами, кто находится под руководством епископов и священников. Чем церковь отличается от других светских обществ и организаций? Членами церкви являются и умершие люди, что в светских сообществах невозможно. Как это? Когда члены церкви умирают земной смертью, они отделяются от своих тел, но не от церкви. Их души переходят в небесную церковь, поэтому у церкви два крыла – видимая и невидимая. Кто считается членом видимой церкви? Все христиане, живущие в земных видимых телах, подвязающиеся в борьбе за христианское совершенство. Кто члены невидимой церкви? Все христиане, умершие с верой Христа, включая и ветхозаветных праведников, которые Господь спас после своего сошествия в ад. Принадлежат ли к небесной церкви все наши умершие родные, родители, братья, сестры, дети, друзья и близкие? Да, конечно, принадлежат при условии, что они жили и умерли по-христиански. Какая из двух церквей многочисленнее – видимая или невидимая? Невидимая значительно больше и умножается постоянно. Связаны ли между собой эти церкви? Связаны. Мы называем это общением святых. В чем заключается общение святых? В молитвах, в делах милосердия живых за своих умерших братьев. С одной стороны, и в молитвах, и ходатайстве умерших за живых. С другой. В чем главные особенности Христовой Церкви? Христова Церковь единая, святая, вселенская, апостольская. Почему мы называем Церковь единой? Потому что она составляет единое духовное тело с главой ее, Иисусом Христом, и с единым Духом Святым, пребывающим в ней. Святой апостол, говоря о семикратном единстве Церкви, сказал, «Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех». Что подразумевается под независимостью отдельных церквей Восточной Православной Церкви? Они независимы в отношении употребления своего родного языка, в известной степени в смысле внешнего устроения, но без противоречия каноническому праву. А в целом они взаимосвязаны, как взаимосвязаны члены одного организма, тела Христова, как ветви одного дерева, питающиеся соками одного корня через одни протоки. Сколько сейчас независимых церквей входит в Восточную Православную Церковь? Константинопольская, Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская, Греческая, Кипрская, Синайская, Сербская, Болгарская, Русская, Румынская, Грузинская, Албанская, Польская, Чешская. Равны ли они между собой? Да, эти церкви равны, и потому называются сестрами. Русская церковь и Балканские церкви называют Константинопольскую церковь церковью-матерью, ибо они принимали христианство из Византии. Кто представляет власть Восточной Православной Церкви? Вселенский Собор, который состоит из представителей всех независимых церквей, сестер. Кто представляет власть по местных церквах? Патриарх, митрополит или архиепископ с собором епископов? Может ли человек спастись вне церкви? Нет, не может, ибо церковь – сокровищница Божьей благодати, без которой спастись никто не может, как отсеченная рука не может жить без тела. Почему церковь называют святой? Потому что она освящена святостью ее Основателя, Иисуса Христа, его святыми словами, делами, жертвой, и потому что ее целью является освящение людей. И, наконец, потому что она дала и дает постоянно бесконечное число святых и святых мучеников. Что сказано о святости церкви в Священном Писании? Вот один из примеров. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Апостол Павел, Послание к Ефесянам, 5, 25, 27 Если мы грешим, пребывая в церкви, пятнаем ли мы ее своими грехами? Грешник пятнает себя, а не церковь. Так же, как сажа из дымохода не может загрязнить весь воздух. Помогает ли церковь исправлению грешника? Очень много. Это и есть основная задача церкви. Очищать грешников от грехов и делать их святыми членами святой Божьей семьи. Что делает церковь с грешниками, упорствующими в грехе и отрицающими покаяние, которое она предлагает? Она отсекает их от своего тела, как гниющие органы. По слову Христа, если церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Матфей, 18, 17 Почему церковь называют вселенской? Потому что она не ограничена ни временем, ни пространством, ни народом, ни языком. Она обращена ко всему человечеству. Воскресший Господь направил своих апостолов, идите, научите все народы. Матфей, 28, 19 Существует ли еще какая-либо причина того, что церковь называют вселенской? Еще ее называют вселенской, потому что она включает в себя полноту всей истины и все средства, необходимые для спасения каждой человеческой души, существующей в мире. Почему церковь называют апостольской? Потому что церковь во всей полноте сохранила дух, учение и подвиг апостолов. Во всем ли церковь должна подчиняться апостольским правилам? Во всем. Почему? Потому что Господь избрал их и дал им власть говорить и действовать во имя Его. Он сказал, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Должны ли мы слушаться апостолов так же, как слушаемся Христа? Должны. Ибо Он сказал апостолам, кто принимает вас, принимает меня. Матфей, 10, 40 И более того, Он осудил города, которые не примут апостолов такими страшными словами. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Матфей, 10, 15 В чем заключается особая власть, данная Христом апостолам? Власть связывать и разрешать от грехов. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфей, 18, 18 И еще, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Что такое апостольское преемство? Каноническая иерархия, точнее, непрерывность передачи благодати и власти Церкви от апостолов к епископам и от епископов к священникам через рукоположение. Сохранила ли Древняя Восточная Церковь апостольское преемство без искажений? Да, сохранила. Значит, большая радость и честь быть рожденными и воспитанными этой Церковью? Да, это воистину так. Мы должны благодарить Господа и своих родителей за эту радость. Десятый член символа веры. Что гласит десятый член символа веры? Исповедую едино крещение во оставлении грехов. Что такое крещение? Это первое таинство, священодействие, святая служба, через которую мы становимся законными членами Церкви Христовой. Сколько святых таинств существует в Православной Церкви? Семь. Крещение, миропомазание, причастие, покаяние, елеосвящение, брак, священство. Почему из всех таинств только таинство крещения упоминается в символе веры? Прежде всего потому, что через таинство крещения мы принимаем благодать стать христианами, новорожденными чадами Божиими. Только после этого нам разрешается приступать к другим святым таинствам и возрастать духовно. Есть ли еще какая-нибудь причина? Причина еще и в том, что в те времена, когда формировался символ веры, между православными отцами Церкви и еретиками существовали разногласия по вопросу святого крещения. А о других таинствах споров не было. Почему говорится «едино крещение»? Потому что святое таинство крещения совершается только один раз и не может повторяться. Мы только однажды рождаемся физически и только однажды можем родиться духовно. Крещение является нашим духовным рождением. Одиннадцатый член символа веры. Как гласит одиннадцатый член символа веры? Чаю воскресения мертвых. Что значит воскресение мертвых? Это значит, что Господь своей силой сделает бессмертными не только наши души, но и наши тела. Значит, что каждая бессмертная душа будет обличена в свое бессмертное тело. Существует ли разница между телами? Существует. Существуют физические и духовные тела. Первое послание Коринфянам, 15.44, апостол Павел. Восстанут ли мертвые в тех телах, в которых умерли? Нет. Те тела тленны. Они воскреснут в духовных телах, которые не подвержены тлению. Как Бог воскресит мертвых? Своим словом. Так же, как словом Он сотворил мир. Так же, как словом воскресил мертвую девицу и сына вдовы и умершего Лазаря. Так же произойдет момент всеобщего воскресения, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышал, оживут. Что в этот момент произойдет с живыми? Их тела в мгновение ока преобразятся в духовные, по их делам и духовному состоянию. Когда произойдет всеобщее воскресение? В конце времен, когда Господь решит, что число спасенных и избранных исполнено. В каком состоянии пребывают души умерших до воскресения? Они находятся в состоянии, предшествующем вечному блаженству или вечному мучению, согласно тем делам, которые они совершали, будучи в земных телах. Какой суд определяет душе временное блаженство или временное мучение? Так называемым отдельным предварительным временным судом. Когда происходит временный суд? Сразу после смерти человека. Какой суд определяет на вечное блаженство или вечные муки? Последний общий суд, который называется страшным судом. Когда будет страшный суд? В конце времен, после воскресения мертвых. В чем разница между временным и последним судом? На временном суде судится только душа человека, а на общем последнем суде будет суд и над душой, и над телом. Почему души праведников сразу же после ухода из этого мира не попадали в Царство Небесное и в вечное блаженство? Потому что они ждут всех нас, оставшихся, которых они не забыли, и за которых непрестанно и горячо молятся. Есть ли другие причины? Есть. Они ждут соединения со своими воскресшими телами, как соединился с телом Христос. Множество человеческих существ будут отличаться от сонма ангелов, а в Царстве Небесном тем, что будут телесны, в то время как ангелы совсем бесплотны. Двенадцатый член символа веры. Что гласит двенадцатый член символа веры? И жизни будущего века. Аминь. Что такое жизнь будущего века? Это жизнь, которая наступит после нашей смерти и воскресения. Какой будет жизнь праведников будущего века? Истинная полная жизнь, присутствие Божиим, в небесной Божьей семье, жизнь в кристальной чистоте и в божественной славе, вечном свете и радости. Что сказал Христос о праведниках будущего века? Он сказал, тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Матфей 13, 43. Будут ли все праведники в равной славе и блаженстве? Все они будут пребывать в славе и блаженстве, но, по словам апостола, они будут различаться между собой, как различаются солнце, луна и звезды, как сказано. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, так и при воскресении мертвых. Первое послание к Коринфянам, 15, 41, 42. Апостол Павел. Почему Господь по своему безграничному милосердию не спасает упорствующих в грехе преступников и атеистов? Потому что они не хотят быть спасенными, они отвергают Божий призыв, презирают крест, противятся закону Божию, преследуют церковы верующих, иными словами, становятся на сторону дьявола против Бога и никогда не каются. Второе послание к Коринфянам, 11, 12. Апостол Павел. Могут ли грешники покаяться после смерти? Не могут. Только на этом свете людям дан выбор или быть рабами христовыми, или слугами сатаны. После смерти каждый будет рядом с тем, кого избрал при жизни. Господь Иисус Христос сказал своим рабам, кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет.